Ростов сегодня это снятие Роспотребнадзором страны ковидных ограничений в школах и вливание детей беженцев Донбасса в российский образовательный процесс. Это трагедия с двумя утонувшими девочками и продажей вещи по телефону, стоившая продавцу всех денег на карте. А также проекты на левом берегу Дона, в Суворовском и Александровке на совете по инвестициям, принудительный снос незаконных торговых объектов и 75 процентов готовности парка 70-летия Победы опять же в Суворовском. Ростов сегодня это завершение регулярного баскетбольного чемпионата страны Победой Пересвета над московским Динамо. А еще это поздравление работникам культуры с их профессиональным праздником. И солнце, ветер, дождь и даже ночной морозис на выходных за окном. На первом Ростовском информационная программа Ростов сегодня. Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. За каждым классом больше не нужно закреплять отдельный кабинет. Роспотребнадзор отменил некоторые антиковидные меры в общеобразовательных организациях. Больше не требуется сдвигать для разных классов время начала уроков и перемен для минимизации контактов. При аттестации не надо рассаживать учеников зигзагом по одному за партой. Тем, кто контактировал с больным ковидом, не нужны медсправки. И еще. Летние оздоровительные лагеря можно заполнять на 100%. Беженцев важно удобно разместить, обеспечить питанием и лечением, организовать досуг. Но и это еще не все. Помимо цирков, концертов и спектаклей, дети должны ходить в садики и школы. Образовательные учреждения нашей области уже приняли больше двух с половиной тысяч школьников. История учебы одного из них в следующем материале. В новую школу Никита Гречишкин попал уже через два дня после эвакуации. Они с мамой приехали из родного Дебальцева на поезде еще до начала военной операции. Коллектив принял 11-классника хорошо. Директор школы вместе с заучем приехал ознакомиться с новыми учениками в общежитие. Ну, вы знаете, так спокойно. Директор поговорила, объяснила. Приходи, посмотри. Классный руководитель. Я считаю, что вообще молодцы. Педагоги отличные. Вот пришел со школы и ничего не не сказал, что он не хочет туда ходить. Ну, то есть, значит, коллектив принял и школа приняла. Ему очень понравилось. В статусе беженцев эта семья уже второй раз. Первый был в 2014-м. И тогда в Харькове мальчика ученики не приняли. Никита планирует поступать в медицинский и хочет стать стоматологом. И эту идею поддерживает вся семья. Правда, рядом сейчас только мама. Отец остался в Донбассе, старшая сестра уехала в другой город. Расставание с близкими – единственное, о чем переживает выпускник. Ведь поступать он и раньше планировал в Ростове. Здесь больше возможностей. И немножко раньше появилась возможность вообще вникнуть во всю эту тему, всю эту струю. Но, естественно, жалко то, что там осталось очень много друзей, родных, близких. И все-таки переживаешь за них. В 21-й школе сейчас учатся 27 эвакуированных детей. А вообще в школах Ростовской области больше 2600 учеников из Донбасса. 230 малышей ходят в садике. Всем предоставили учебные пособия, рюкзаки, спортивную форму и обувь. Делается все возможное необходимое для того, чтобы отогреть этих детей, для того, чтобы заботу, внимание им предоставить, принимая во внимание те испытания, которые выпали в их судьбе. На это непростое для них время. С детьми из ЛНР и ДНР работают и психологи. Дина Горбачева, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Как совсем маленькие девочки двух и четырех лет оказались одни у реки, неизвестно. И что там случилось, выясняется. Но факт страшный. Малыши утонули. Такое уголовное дело в сегодняшней сводке ростовского городового. Также Анастасия Фериченкова расскажет о телефонном покупателе кардигана, который вместо товара взял все деньги с карты продавца и росте риска ландшафтных пожаров. Ростовский городовой на страже информации о самом заметном за минувшие сутки поговорим прямо сейчас. Здравствуйте. Две девочки двух и четырех лет утонули в реке Яблоновое в хуторе Будановка. Их тела нашли на непокрытом льдом участке. Как пояснили в следкоме, признаков насильственной смерти не обнаружено. Как случилась трагедия, выясняется. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Телефонный мошенник, который под видом покупателя украл из банковской карты продавца крупную сумму денег, задержан. А дело было так. Женщина решила продать кардиган и выложила объявление на сайт. Тут же нашелся якобы покупатель и предложил свой способ сделки. Сославшись на то, что по номеру телефона деньги за товар отправлять небезопасно, он сбросил ссылку для оплаты по номеру карты. Видимо, желание скорее продать ненужную вещь притупила бдительность продавщицы. Она пошла по ссылке и внесла данные своей карты. После чего вся сумма с нее списалась злоумышленнику. Было там больше 200 тысяч рублей. А лжепокупатель перестал выходить на связь. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, любителем женских кардиганов и чужих денег оказался 20-летний гражданин соседнего государства. Ничего сложного не нужно было сделать. Просто нужно скопировать текст и вставлять. После этого в конце кидают ссылку мне, что нужно эту ссылку отправить им, как бы продавцу. Я отправляю, я не знаю, что может с этой ссылкой присоединить и так далее. В ходе расследования было установлено, что данный гражданин причастен еще к шести аналогичным эпизодам противоправной деятельности в различных субъектах Российской Федерации. Общая сумма ущерба составила более 65 тысяч рублей. Подозреваемый под стражей по статье кража с банковского счета ему грозит до шести лет колонии. 85 случаев горения камыша и травы зафиксировало за последние три дня МЧС. Потепление и сухая ветреная погода – идеальные условия для активизации ландшафтных пожаров. Хотя в большинстве случаев виноваты люди. Здесь причина, как правило, одна – это неосторожное занесение источника зажигания. Но дело даже не в этом. Здесь самим способствующим фактором возникновения и развития этих пожаров является факт неуборки собственниками земельных участков своих территорий от сухой растительности, что, собственно, и является нарушением требований пожарной безопасности, за что лица несут административную ответственность. За последние несколько суток составлено под сотню административных протоколов на собственников неубранных от сухой растительности земель. Это органы местного самоуправления, главы, администрации, юридические, должностные и физические лица. По числу пожаров на конец марта в этом году рост на 20%. Сейчас ситуация на особом контроле, организованы рейды, патрулирование и видеонаблюдение. На этом у меня все. До встречи. На левом берегу Дона строят первый жилой микрорайон. Планируется возвести 13 домов, а к ним обустроят большое парковое пространство, детские спортивные площадки, футбольное поле и болотный сад. А для связи с правым берегом планируется станция канатной дороги. Застройщик презентовал проект властям города на совете по инвестиции, где также обсудили развитие инфраструктуры Суворовского и строительство нового спортзала для единоборств в Александровке. Новый микрорайон строится на улице Левобережной в пяти минутах езды от центра города. Для нас очень важно не просто построить квадратные метры, а создать комфортную городскую среду. Ростовчане оценят комфортное благоустройство. В микрорайоне предусмотрено размещение зеленого бульвара площадью 3 гектара, зон отдыха и уютных дворовых пространств. Много внимания мы уделили озеленению микрорайона. Новый тренд ландшафтного дизайна – это геопластика, которая сделает территорию визуально более выразительной. На территории микрорайона будет реализована концепция «двор без машин» и родители смогут спокойно отпускать детей погулять, уверяет инвестор. Весь комплекс будет отвечать самым современным стандартам – вентилируемые фасады, дизайнерские холлы. А квартиры будут продавать уже с чистовой отделкой. Строить многоэтажки, а их там будет 13, начнут уже в этом году. А завершить проект планируется через 10 лет – построить два детсада, школу и поликлинику. Застройщик Суворовского в свою очередь рассказал о развитии социальной инфраструктуры. В перспективе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, многоуровневой автостоянки на 300 машин, торгово-развлекательного центра, а также шести детских садов, четырех школ, сети велодорожек и первого в регионе памп-трека. А в Александровке строится новый зал для единоборств. Его уникальность, по словам олимпийского чемпиона по борьбе, в том, что это первый в Ростове зал на три ковра. Его передадут спортшколе номер 11 для занятий греко-римской и вольной борьбой, а возможно и тяжелой атлетикой. На данный момент готов железобетонный каркас здания, а именно залит фундамент столбчатого типа, армированная плита первого этажа, несущие колонны первого этажа, также готового перекрытия с монолитного пояса. Параллельно с подготовкой колонн второго этажа завезены газобетонные блоки, дальнейшая выкладка стен. Приобретены сэндвич-панели для кровли и оконные блоки. Завершить строительство планируется уже в июне, и в июле можно открываться. Заверил Вартареса Мургашев. Алексей Лагвиненко поручил оперативно вести объект в эксплуатацию и обустроить прилегающие территории. Елена Доронина, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Аромат шаурмы сменился вкусом большой утраты. Ларек, в котором ее готовили, уехал на спецплощадку за нарушение закона. Недобросовестные предприниматели не хотели оформлять документы и справно платить налоги. На покое антисанитарного нелегала, а с ним и еще несколько НТО, сегодня отправили специалисты городского управления торговли во время очередного рейда. О ликвидации незаконного павильона шаурмы собственника предупреждали заранее. Дали время на демонтаж. Но тот тянул до последнего. Грязный электрогриль, миски и ведра начали выносить только после приезда специалистов управления торговли и нашей съемочной группы. Александр, вы на громкой связи, я сейчас со СМИ. Меня зовут Тихонов Константин Михайлович, начальник управления торговли. Мы демонтируем этот павильон. Вы что-то хотели нам сказать? Мы вас записываем, чтобы вы были в курсе. Представьтесь, пожалуйста, что вы хотели. Все, уже ничего не хочет. Без прессы и громкой связи рассказывает Константин Тихонов такие разговоры куда эмоциональнее. С обещаниями вот-вот кому-то позвонить и никакого демонтажа не случится. Хотя, кажется, о нем давно мечтают и разваливающиеся столы с торчащими из щелей ножами, и ржавая раковина рядом с когда-то горевшей розеткой. Поддерживать чистоту, как и платить налоги, в этом ларьке не собирались. Рядом с ценами на хот-доги и кофе табличка с номером телефона для банковского перевода. По этой точке было определенное количество жалоб от жителей на качество обслуживания. И мы рассмотрели жалобы, выяснили, что он незаконный, и он подпал под демонтаж. Бороться с нелегальщиной помогает вот такой манипулятор. Его услуги, кстати, придется оплатить нечестным предпринимателям в течение двух месяцев. Ну или попрощаться со своим ларьком навсегда. А вот на республиканской 155 городское управление КАП «Строительство» хотело начать планировку, но не получилось. Земля занята, причем тоже незаконно. Освобождать территорию предприниматели не спешили. Прятать по машинам капусту и сигареты начали только в последний момент. У нас есть порядок освобождения земельных участков, который утвержден постановлением главы администрации. В соответствии с этим порядком на данный момент дается два дня на освобождение. К нам обратились, мы провели всю процедуру, наклеили уведомления на видимой части. Собственник повели, она не решила его не убирать, поэтому сегодня он уезжает на специализированную площадку. С начала года в управлении торговли Ростова составили больше шести сотен админпротоколов по незаконным НТО. Полторы сотни решили демонтировать, две трети из них собственники убрали сами. Дмитрий Сумской, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Парк «70-летие Победы» в Суворовском микрорайоне готов на 75%. Об этом главе администрации Ростова рассказал представитель застройщика. Обустроены пешеходные дорожки и площадки для выгула собак, установлены опоры освещения, сделана вертикальная планировка участка. В этом году установят малые архитектурные формы и комплексно озеленят парк. Зеленения в этом году еще не зажали? Озеленения нет. Мы сделали только полив капельный. Закончили мы в том году то, что было. И провели, соответственно, у нас вода именно под полив. Единственное, у нас есть вопросы, но я думаю, они к концу строительства уже... На благоустройство парка «70-летие Победы» по нацпроекту «Жилье и городская среда» выделено почти 162 миллиона рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Минус 5 случаев заражения. Настолько мало изменилась коронавирусная статистика страны за сутки. А в Ростовской области вообще скачок вверх. 1114 положительных тестов на 293 больше, чем накануне. В Ростове 209 заразившихся, на 34 больше вчерашнего. Умерли 9 больных ковидом, в том числе 46-летний мужчина. Остальным умершим за 70. Госпитализировано 129 заболевших, на 8 меньше дня предыдущего. Общее число пациентов госпиталей при этом снизилось на 66. Привились за сутки 700 жителей региона. В целом по стране заболевших 25,5 тысяч. Умерли 398 человек, 62 тысячи выздоровели. Новый рекорд России по запасанию сахара установила ростовчанка. В Книгу рекордов паникеров внесен вес 100 килограммов белого сладкого. А добит этот рекорд 50 бутылками подсолнечного масла. Склад с таким стратегическим запасом наш корреспондент Юлия Карасюк заметила через интернет и готова рассказать, что еще заставила вздрогнуть или улыбнуться ростовчан в сети. Еще дорогая иномарка за секунды ослепла без фар, а рядом с супермаркетом заметили проявление настоящей кота собачьей дружбы. Запасливая ростовская хозяюшка решила поделиться, нет, не запасами, а информацией о них. Но вызвала не восхищение, а гнев конкурентов покупателей. Девушка, судя по ее рассказу, побежала скупать продукты с началом сахарной паники. Мой небольшой запас – 100 килограммов сахара, 50 бутылок масла, мука и так далее. А чем вы запасаетесь, спрашивает паникерша, но ее удачу никто не одобрил. Ну и маразм, конечно. А потом нашим детям будет из-за таких, как вы, нечего есть. Для чего? В стране же все спокойно, в магазинах все есть, пишут комментаторы. И строят теории. Может, эта анонимная девушка на самом деле самогонщица? Тогда вопросов нет. Успеть за 60 секунд. Очередная кража фар с Порши в Ростове попала в объективы камер, сообщают горожане. Ночью на территории ЖК «Березовая роща» вор примерно за 35 секунд снял фар из припаркованного авто и скрылся. Теперь фары дефицит из-за санкций вот и воруют, пишут в комментариях. И добавляют, подобным дорогим иномаркам нужна и защита соответствующая. Ну нельзя их просто так парковать во дворе. Даже камеры наблюдения от воришек не спасут. Любовь спасет мир и согреет ближнего. Умилительную картину наблюдали ростовчане на пороге супермаркета. «Какая же милая спящая парочка», – пишет автор фотографии. Хитрый кот греется, еще и собаку под себя подстроил, отвечают в комментариях. И рассказывают свои истории. «У моей мамы в будке у песика соседская кошка каждый год рожала и жила, пока малыши взрослели. Такая милая картинка. Дождь идет, песик сидит на улице, а кошка с детенышами в будке». А у меня на этом все. Передаю слово. К финишу сезона пошли победы. Баскетбольный пересвет «Юфо» обыграл на прощание с регуляркой столичная «Динамо». Обе команды в плей-офф не прошли, так что этот матч особого значения не имел. Мы финишировали одиннадцатыми, москвички – десятыми. Зато показали, что в следующем сезоне этим составом способны бороться за место в восьмерке как минимум. А пока встреча в Ростове стала прологом турнира за девятое-двенадцатое места, где с нашей командой и столичным «Динамо» сыграют «Самара» и «Ногинский Спартак». Московская «Динамо» приехала в усеченном составе из-за отъезда легионеров и травмы одного из лидеров. Но даже тренер гостей, кстати, входящий в штаб сборной страны, признал, что проблема не в этом. Пересвет «Юфу» был явно увереннее. Я не считаю, что в этой игре мы были фаворитом. Особенно с учетом того, что у нас кадровые проблемы определенные с отъездом иностранцев, с травмой Полуяновой. В этой ситуации у Ростова очень хорошие шансы, потому что у них именно хороший крепкий коллектив, годами сложенный из русских игроков. И сейчас это время Ростова. Наши девушки из последних пяти матчей три выиграли. И здесь только начало качельное. То идем вровень, то ведем, то отпускаем. Первую четверть проигрываем 21-24. А к середине второй догоняем, даже немного отрываемся. Но проваливаем концовку и уходим на перерыв с небольшим минусом. 37-39. Тренер был очень недоволен. Мы эту игру переломили еще в первой половине. Потом взяли и бездарно отдали тот работчик, который сами своими силами совершили. И он был абсолютно не баскетбольный, а дисциплинарный. И вот в этом ключе и стоило, и был разговор. И девчонки, в общем-то, выполнили те установки, которые мы провели во второй половине, в перерыве. Разговор в раздевалке сработал. Третья четверть становится решающей и провальной уже для москвичек. 19-7 в нашу пользу. Соперницы не могли забить целых пять минут. А на заключительном отрезке уходят с площадки одна за другой с пятью. Уфаламе два игрока-гостей. Технический фол за претензии к судям получает тренер. И это к трем таким же у его баскетболисток. Уверенная победа Пересвета. 74-61. Лучший в последнем матче регулярки признает Екатерину Осипову. Естественно, нам подсказал тренер то, что нужно сделать. Мы постарались сделать. Что-то получилось, что-то нет. Но просто проявили свой характер, потому что мы не могли выйти без победы у себя дома. Пересвет ЮФУ, как и московская Динамо, в плей-офф не попал. И все же пять побед в 22 матчах для начала уже что-то. Дальше у клуба игры за 9-12 места их расписание появится позже. Марина Черных, Юрий Лешко, 1-й Ростовский. Культурный блок у нас сегодня торжественный. Ведь 25 марта – профессиональный праздник работников культуры. Артистов, музыкантов, художников, библиотекарей, мастеров декоративно-прикладного искусства чествовали в областном доме народного творчества. Медали, грамоты, благодарности и дипломы вручил губернатор. Есть такая профессия, которая учит родину любить. Это наша профессия. Профессия работника культуры. И, конечно, любить наш Донской край. К словам Тамары Голосной, награжденной медалью за доблестный труд на благо Донского края, можно еще добавить многое. Работники культуры помогают ценить прекрасное, сохраняют его и приумножают. А главное, создают позитивный настрой, без которого сложно нормально жить и работать. И каждая площадка в любом месте Ростовской области, когда туда приходишь, ты видишь, каким настроением, я сейчас обратил внимание на тех людей, которые подошли, в общем-то, просто проходившие мимо, у них у всех на лицах улыбки. Они все эту жизнь видят и хотят ее видеть вот такой прекрасной настроением. Это делаете все вы. 2022 год культурного наследия народов России. В нашем регионе запланирована масса событий, в том числе международный фестиваль «Мир Кавказу». А еще Ростовская область отмечает 85-летие. Пройдут торжества и в честь 350-летия Петра I, рассказывает губернатор. Благодарит работников культуры за труд и вручает областные награды, медали, почетные грамоты и благодарности. Это действительно неожиданно, это торжественно. Сейчас нахожусь на таком, это первая моя такая награда, поэтому это мне очень приятно, и что все-таки сегодня, в такой праздничный день, меня сегодня будут награждать. Еще награды – присвоение званий лучший работник культуры Ростовской области и мастер декоративно-прикладного искусства Дона, дипломы победителя областного конкурса «Библиотекарь Дона». Ну и завершил официальную часть праздничный концерт в исполнении тех же работников культуры. Мария Филинкова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Было сегодня торжество и в городской администрации. Почетными грамотами и благодарственными письмами работников музыкальных школ и музеев, библиотек, театров и парков наградил Алексей Лагвиненко. Годом культурного наследия народов России объявил 2022-й президент. А сохранением и развитием традиций в первую очередь занимаются в библиотеках и театрах, музеях и музыкальных школах. 9 тысяч детей-подростков учатся сейчас музыке. В этом году на оснащение школ и закупку новых музыкальных инструментов выделено почти 46 миллионов рублей. А сегодня время говорить о результатах. Если говорить о известных великих музыкантах, конечно же это и выпускники, которые во Франции работают, и в Америке, и дирижеры в разных театрах музыкальных. Ну естественно это известный всем Василий Баста, Василий Вакуленко, который также является нашим выпускником. Маргарита Финько на торжестве в администрации представляет конгрессно-выставочный центр ДГТУ. Почти все его сотрудники – это студенты и выпускники вуза. А площадка универсальна. Отвечает техническим запросам организаторов эстрадных концертов, политических собраний, бизнес-форумов. Конгресс-холл ДГТУ – самая молодая площадка, концертная, конгрессно-выставочная, Ростова-на-Дону. И нам очень приятно, что сегодня отмечается наш скромный вклад в общее дело развития культуры во всех ее проявлениях и сферах. Поздравляя работников культуры, Алексей Лагвиненко отметил, что в городе проходит множество творческих событий. Празднично отмечается День города. Устраиваются международный джазовый фестиваль, фестиваль «Звезды Ростова». Дебютировал фестиваль купечества имени Чехова. Невозможно представить культурную жизнь столицы без наших театров. Их в Ростове четыре. И они не перестают удивлять горожан и гостей Донской столицы интересными постановками и новыми премьерами. Отдельно бы хотел отметить, конечно, и высокий профессионализм нашего муниципального молодежного театра. Спектакли всегда яркие, зрелищные и успешные. Библиотеки – хранители того, что нарабатывается в литературе веками. На пополнение их фондов выделено 16 миллионов рублей. А городские парки будут обновлять. В этом году начнется реконструкция дружбы, а в Левобережном установят новые объекты. Екатерина Лободина, Виталий Ступаков, Первый, Ростовский. Они – созидатели, просветители, хранители прекрасного и духовного. Дарят радость и учат видеть красоту во всем. И трудятся в основном тогда, когда все остальные отдыхают. Ведь без них не обходится ни одно праздничное или досуговое событие. Наш следующий материал – рассказ о нескольких профессиях, объединенных понятием «работник культуры». Михаил Вадяхин за 30 лет в искусстве воспитал множество талантливых ребят. А сейчас возглавляет Ростовскую детскую школу искусств имени Шостаковича и постоянно придумывает что-то новое, чем можно завлечь юных ростовчан в удивительный мир творчества. С нового учебного года мы планируем открыть на театральном отделении специализацию куклы. И хотелось бы, чтобы у нас появился свой детский музыкальный кукольный театр. Идеи директора поддерживают не только преподаватели, но и городская администрация. В 2022-м, а это год культурного наследия народов России, в планах школы масса фестивалей и конкурсов, которые обязательно помогут раскрыться юным талантам и определят судьбу, допустим, новым драматическим артистам, таким как актер молодежного академического театра Александр Гайдаржи. К своим 28 годам он сыграл роли, о которых другие только мечтают. Гамлет, Дон Жуан, Грик в безымянной звезде. И везде полная отдача. 500 глаз смотрит, ты это чувствуешь, и ты не можешь их подвести. То есть ты отдаешь им свою энергию, зал тебе отдает свою. А если пусто и у тебя, и у зала, то это ничего. Это, не знаю, что это такое. Халтур, наверное. Никакой халтуры в работе не приемлет и заслуженный художник России Олег Игнатов. В свои полотна с особой тщательностью вписывает порой неожиданные детали. Картину он считает не просто предметом искусства, а способом возврата к действительности. То есть это своего рода какой-то такой, я бы так сказал, метафизический возврат. Ну вот в этом, наверное, миссия художника, скульптора, мастера декоративно-прикладного искусства и так далее. А о миссии работника библиотеки и рассказывать не нужно. Он хранитель и проводник. Его мимоходное слово иногда определяет увлечение на всю жизнь. В Центральной городской библиотеке имени Ленина, старейшей в Ростове, библиотекарь еще и специалист по работе с новейшими технологиями. Ведь тут мультстудия, станция самообслуживания для автоматической выдачи книг, робот-промоутер. Библиотеки сегодня не выполняют функцию книгокранилища. Мы развиваемся вместе с нашими детьми. И, конечно же, библиотека должна отвечать современным требованиям. Новое время бросает вызов и ДК железнодорожников. Через современные тенденции сохранить традиции, передать молодежи культуру предков помогают фестивали множества национальных диаспордона. И азербайджанская, и сирийская, и корейская культура, праздники национальных культур. Плюс у нас коллективы занимаются во дворце. И корейского танца у нас, и ансамбль кавказского танца, и казачий коллектив. Мы это и о чем говорим, что мы стремимся в едином порыве жить, в едином семье. У нас очень многонациональная область. Народ без культуры – народ без прошлого. А народ без прошлого – это вообще не народ. Вот почему значение работников культуры просто нельзя переоценить. Алина Николаева, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Подошедшая к концу рабочая неделя запомнится нам в первую очередь по-настоящему весенним солнцем и первыми для весны теплыми днями. А вот выходной финал ее будет не таким однозначным. Как утверждает наш метеакор Елена Доронина, найдется место и дождю, и ветру, и морозу, и опять-таки солнцу. Ростов-Ростовчане, друзья, всем большой-большой привет. Я очень рада снова всех вас видеть. А вот погода, кажется, этому дню рада не слишком. Ну, потому что на улице пасмурно, хотя дождей быть не должно. Вместе с тем синоптики прогнозируют возвращение солнца к выходным, но и дожди тоже могут все-таки пойти. Хотя в этом нет никакой плохой новости, потому что природе и нашей земле все-таки необходима влага для того, чтобы в полной мире пробудиться. И кто знает, может быть, после дождей, которые, вероятно, будут, почки начнут появляться на деревьях и вместе с тем распускаться. И уже совсем скоро наши улицы станут зелеными и цветущими. Ну, а какая погода ждет нас конкретнее в цифрах и явлениях, расскажу чуть-чуть позже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok раз до 30%. Ночь на воскресенье пока еще непривычные плюс 6 под ясным небом. Днем переменная облачность, и на этом благоприятные явления все закончились. Термометры так и застынут на отметке плюс 6. Пойдет дождь, пусть и не сильный. Так еще и западный ветер разбушуется до 9,5 метров в секунду. Влажность повысится до 63%. А вот атмосферное давление упадет. Барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба. В ночь на понедельник небо прояснится, а температура воздуха опустится до 1 морозного градуса. Днем пасмурно, но уже без осадков и всего 5 градусов тепла. На фоне выходных ветер, можно сказать, успокоится. Его скорость 6,5 метров в секунду. Стрелки барометров укажут на отметку 766 миллиметров ртутного столба. Влажность снова пойдет вниз до 40%. Магнитное поле все три дня будет спокойным. На этом у меня все. Увидимся в эфире и за окном. Пока-пока. Таким был Ростов сегодня. А каким он был на всей этой неделе, напомнит программа «Ростов. Главные». Ее можно увидеть на первом ростовском выходные дни в 9.30 утра и в 7 вечера. А наши новости ищите на сайте 1rostov.tv и во всех соцсетях. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. Хороших вам выходных. Всего доброго.